всем здарова на ночь глядя решил я поесть потому что стал читая мало весить вот расстроился думаю надо начинать есть побольше вот и решил параллельно записать видос такой стиле нашей rush это помните всегда где слепаков а или светлаков светлаков сидит смотрит телевизор и делает обзоры на различные передачки и всякую другую там чушь несет в принципе весь youtube это тоже самое люди сидят смотрят и разглядывают какую-то хрень там покупают какие-то гаджеты непонятные машину там еще что-то и разговаривают с телевизором то есть как-то базарит собственное мнение вот одновременно кстати хочу показать смотрите шикарная еда у меня отличное жареное мясо там каким-то особым образом зажарены в духовке с картофелем сверху сыр тут какие-то еще там дела соус там вот в принципе я все время и ем какие-то такие подобные интересные вещи потому что любимый мне очень здорово готовит у меня еще кастрюли вкуснейшего борща вот это к тому что многие не знаю многие-немногие но бывает короче люди думают что я реально там ем одну тушенку или там чипсами питаюсь это все у меня в порядке исключения бич пакет какой-нибудь заварить только только для того чтобы снять обзорчик на него там или еще что-то это у меня как неприкосновенный запас там лежит в кладовочке я коплю тушенку там макароны еще какие-то такие вещи типы бич пакетов сгущенное молоко вот и ради интереса бывает там куплю чипсов там или еще каких-то таких вещей так конечно же я стараюсь питаться хороший здоровый и самое главное могу питаться потому что мне есть кого приготовить ну вот всякой различной едой такой вкусный вот так давай телевидение вещай посмотрим что там ведет по телеку такого веселенького интересным интересного но сейчас уже он чё сколько пол одиннадцатого ночи примерно ничего такого особо интересного в субботу не идет как я погляжу но я вообще не любитель смотреть телевизор поэтому как-то программы даже что-ли у меня нет я не знаю зачем следить сейчас там что искать что где должно идти я смотрю где-то фильмы какие-то идут где-то какие-то передачи но в основном везде фильмы которые даже не хочется смотреть сами понимаете такую не знаю кому как но обычно если начинаешь смотреть сначала фильм там еще интересно особенно если в кинотеатр пришел там настроился там что-то еще вот так как когда мотаешь мотаешь перематываешь на какой-то фильм ли он на передачку патенты понимаешь что хрень хренью и мотаешь дальше он право знать давайте посмотрим о минаев минаев на твц что-то ведет парни вполне возможно прикольная передача для мозгов право знать называется может быть фуфло конечно но в такие передачи на въезжать я въезжать сейчас не буду тем более я же базарю если начну въезжать я должен притихнуть кстати надо мне еще поесть сейчас глянем что там дальше идет о кстати говоря сегодня прикрутил потолочный карниз с большим трудом не то что большим трудом долго его прикручивал все почему потому что у меня окно угловое и там не прямой угол не короче угол наверно градусов 120 вот такой то есть карниз потолочный я не просто палку прикручиваю потолку потолку а приходится вырезать то есть купил два трехметровых карниза и под углом сделал вырез там и вот соединил еще как назло они же пластиковые эти карнизы взял пилку пилка к сожалению криво порезала пришлось напильником дорабатывать подгонял по углу доработал потом оказался угол не такой переделывал короче очень долго даже у меня такое ощущение что я сейчас сижу а сидеть неудобно потому что руки растут из того места на котором нужно сидеть но знаете это все с опытом приходит потому что я учился мучился мне второй карниз еще остался его думаю прикручу гораздо быстрее но конечно все требует практики потому что даже в ю тубе я посмотрел как мужики прикручивают карнизы но они прикручивают карнизы блин обычные прямые карнизы ну понятно с закруглениями затем и по бокам мы просто прямые карнизы у меня же говорю этот изогнутый карниз прикрутить его оказалось не так просто как в ю тубе на картиночку сабалона прикрутил как я уже говорил в видосе про расширенный бачок все это легко можно сделать в смотрите-ка михалков появился что-то лечит что-то как-то вот сколько я смотрел фильмов у михалкова не буду говорить про все но что-то вот я помню как он прошмеля поет ля-ля-ля или там это у него есть роль про утомленное солнцем вторую часть не смотрел первую часть смотрел помню что это такой мутный бесячий фильм вообще прямо раздражал меня и особенно героя михалкова но все на любителей конечно на то оно искусство что каждому свое что-то типа того нтв какую-то передачку показывает подозрительно на каждый на каждом канале есть передачи типа этого голоса мелан за но кому кто вообще слушает всех этих певцов которые знамениты они еще кого-то клепают блин я даже в уроки сейчас нормально не знаю никаких новых имен которых бы с удовольствием послушал все слушаем каких-то уже умерших артистов и актеров а эти новенькие вот реально кого-то не хватает новенького и где-нибудь скорее всего в подвале какого-нибудь города мухосранска там улану до того же самого или там еще какой-нибудь в подвале новосибирска наверняка басает какая-то крутая крутая группа молодые оторванные парни без семьи без детей с огромными планами на будущее орут срывая голоса и курят потом в тамбуре или там еще чего-нибудь делают злые голодные и и в их жилах течет кровь и никто их не услышит никто их не увидит если они не они не отдадут жизнь на вот это вот свое вот искусство скорее всего станут вонючими менеджерами их талант их великая музыка которая сейчас рвет сердца и умы там может быть пятерых или шестерых людей которые расслышали их на концерте пропадет а конь говно типа разных известных музыкантов которые всю жизнь играют что-то типа йогурта был вдалбливать нам в уши через радиостанции через телевизор потому что у нас такая страна что наверное любое говно если крути по радио двадцать раз на день то появятся поклонники этого говна это конечно веселит а что-то нормальное нифига же ты не услышишь или увидишь ни фильмов нормальных толком нельзя посмотреть потому что показывают даже хрен его знает что показывают даже не то что будут смотреть а что хорошо прорекламировали и в ютубе даже самая ерунда по большому счету я не говорил что я тут герой и почему меня никто не смотрит кто-то смотрит и я рад что меня смотрят в принципе адекватные здравомыслящие люди а про то что смотришь ну может быть может быть просто говорю опять же вкус цвет товарищей нет но то что находится в топе то что собирает миллионы просмотров может быть один из десяти реально я считаю что как бы заслуживают внимание а так в основном какое-то такое фуфло что думаешь блин а для кого я делаю свои видосы если основная часть смотрят и подписаны вот на это на то что я близко не хочу быть похожим на что ну короче то же самое с музыкой смотришь огромная толпа всех этих непонятных фриков непонятно на что пытается походить блин а еще вот эти машины я ехал сегодня на свои ласточки и мимо проехал такой мерседес и там такая морда опять сидела что думал блин вообще неправильно живу я что-то не то делаю и даже не дело не в том что я езжу на ласточки на своей кто-то какая-то морда ездит на мерседесе а дело в возможностях возможностях его и возможностях моих родились то мы одинаковые одинаковое количество руки ног одна голова там уши нос все дела но почему-то я сижу пока тут езжу на ласточки и по херу может быть на гире ездить на не больше понравится на самом деле просто не пробовал больше расстраивает возможность хочется иметь возможность попробовать вообще в нашей жизни расстраиваться что возможность все сделать вроде бы есть и ты чувствуешь и понимаешь что ты можешь все и у тебя весь мир в твоих руках а с другой стороны вот как я возьму сейчас и поеду куда-нибудь там не знаю в тибет положу по гималаям а кто будет с мелким с моим там заботиться о нем растить его если я развалю его на себя то я думаю недалеко добегу с ним причем еще нам нужно будет что-нибудь пожрать вот любимая моя не поедет с нами потому что жрать там червяков каких-нибудь и ходить в халате этот уровень как бы скажет нет соответственно опять это либо вопрос по снабжению деньгами либо еще какой-то уже стыковка уже какие-то договоренности собственной совестью уже какие-то отклонения от задуманных планов блин а у какой-нибудь физиономии в огромной мерседесе нет таких возможность нет таких дилем захотел поехал сюда захотел поехал туда хочется больше развиваться что-то думать к чему-то стремиться он солдаты позже то блин это же если так задуматься не они хотят от этого ползать с автоматами они спроса стремятся к тому чтобы иметь возможность выбирать иметь возможность выбирать куда им ехать с кем им жить и что есть и просто добиваются по-своему а на самом деле просто это инструменты в чьих-то руках такие мы все люди дураки конкретные хотя с другой стороны все это просто желание люди может быть пятьсот лет назад тысячи лет назад жили в этой местности и радовались там то что не знаю картошка не картошка какой-нибудь репа репа выросла это уже круто в принципе это и правильно с другой стороны мы можем достигнуть и получить то о чем мы можем мечтать соответственно если я не могу не считать о чем-то то в принципе это достижимо куча всего по телеку все пытаются влить нам в мозг что-то свое что-то интересное я тоже сейчас вливаю в мозг что-то свое ладно тогда буду есть это у меня наверно остынет уже моя еда ладно давайте всем пока всего хорошего ну как подписывайтесь конечно на мой канал там ставьте лайки или есть лайки кому что нравится пишите в комментариях свои мысли интересно всегда вас послушать потому что говорю радует что все-таки умные и адекватные люди чаще всего смотрят мои видосы давайте всего хорошего